Сегодня я хочу рассказать про минерал, который своим невероятным ярким и насыщенным цветом пленил людей самой древности. Легенды про него охватывают как фараонов Египта, так и мистическую Атлантиду, тибетских монахов и даже магов Средневековья. А название минерала дает исчерпывающее понимание о его цвете. К вашему вниманию, Азурит. А с вами как всегда Анатолий и вы на канале Тистоун. На название этого минерала повлиял именно его цвет. В арабском слово Азу, Азор, переводится как синева, небесная гладь. Также оно использовалось для описания чего-то синего, лазурного. Некоторые предполагают, что название имеет персидские корни и происходит от искаженного слова Ладжвард, что переводится как лазурно-синий. Еще одна версия происхождения от французского слова Азур, что также означает лазурный голубой. А известный древнегреческий натуралист Плиний Старший писал об Азурите, используя греческое слово «коанос» или латинской «каерулем». Оба означают «темно-синий». Все версии относятся именно к его синему цвету. И именно из-за цвета и красоты минерала о нем появилось множество легенд. Например, одна легенда гласит, что Азурит был священным камнем атлантов, который использовался для строительства великих пирамид и храмов. Считается, что Азурит давал атлантам исключительные духовные способности и помогал им соединиться с космическими энергиями. В Древнем Египте Азурит называли глазом фараонов, символизируя божественность и небесную мудрость. Говорят, что этот камень использовался для связи с загробной жизнью, позволяя фараонам получать сообщения и наставления от богов. В средневековой Европе Азурит ассоциировался с могущественным колдуном Мерлином, который, как полагают, использовал этот камень для своих заклинаний и пророчеств. Легенда гласит, что Азурит помог Мерлину открыть третий глаз, дав ему дар ясновидения и способность видеть будущее. В культурах североамериканских индейцев Азурит считался небесным камнем, символизирующим союз неба и земли. По их мнению, Азурит был даром небес, призванным напоминать человеку о его происхождении и небесной сущности. В тибетских легендах Азурит называют святым камнем, который используется в медитации и духовных ритуалах. Считается, что он способствует ясности ума, помогает освободиться от привязанностей и эгоистических желаний, тем самым помогая духовному развитию и осознанности. Эти легенды и мифы отражают человеческое желание найти связь между физическим и духовным миром. Азурит, несмотря на время, остается одним из самых мистических и вдохновляющих кристаллов в среде метафизиков. Если отбросить всю метафизику, Азурит имеет действительно долгую историю различного его использования, восходящую к древним цивилизациям. Азурит – минерал, который хорошо известен своим потрясающим синим цветом и часто используется как декоративный камень, а также в ювелирных изделиях. Но еще он широко использовался в качестве пигмента в красках и красителях на протяжении столетий. Например, древними египтянами, которые измельчали его в мелкий порошок, чтобы создать синий пигмент, египетский синий, для живописи, создания фресок и косметики. Знаменитый синий макияж глаз, который можно увидеть в египетском искусстве, часто содержал именно этот минерал. Как они верили, он обеспечивал не только красоту, но и защиту от глазных болезней. А красивые кристаллы и камни использовали для создания украшений и амулетов. Со времен Средневековья, до эпохи Возрождения, азурит был основным источником синих пигментов в Европе. Там он был известен как азулы или лазурный камень, который использовался в религиозных иконах, иллюминированных рукописях и витражах. Большая часть азурита в Европу поступала из Франции, так как Франция может похвастаться одним из самых ранних значительных месторождений азурита, расположенным в Шесси, коммуно-восточном пригороде Парижа. Это месторождение привело к появлению французского торгового названия азурита – Чесилайт. Благодаря своему глубокому и насыщенному синему цвету, азурит считался одним из самых роскошных пигментов, часто использовавшихся только в самых важных или церемониальных работах, добавляя яркий синий цвет религиозным и художественным произведениям. Коренные народы Северной Америки использовали азурит в декоративных целях, изготавливая из него ювелирные изделия и предметы декора. В южноамериканских цивилизациях, таких как империи майя и ацтеков, азурит, как и другие цветные минералы, имел большое значение как религиозный символ и использовался в церемониях и в качестве декоративного элемента. В Китае азурит также ценился за свою красоту и использовался в различных художественных формах, включая ювелирные изделия и скульптуры. В китайской культуре этот минерал ассоциировался с научными знаниями и духовным прогрессом. Хотя сегодня азурит чаще ассоциируется с ювелирными изделиями и коллекционными минералами, его историческое использование в качестве пигмента в произведениях искусства по-прежнему ценится реставраторами и историками. Он использовался еще с древности и очень широкое применение получил в средние века и эпоху Возрождения. Как примеры, алтарная картина итальянского художника Рафаэля «Мадонна с младенцем на троне со святыми» содержит азуритовый синий цвет в вуале Мадонны, хотя выветривание заменило азуритовый синий пигмент на зеленый малахитовый. Немецкий художник Ганс Гольбейн-младший использовал азуритовый пигмент для синего фона своего портрета «Дама с белкой и с кварцом», на котором, вероятно, изображена Энн Лоуэлл, жена оруженосца Генриха VIII. Очень немногие исследования изучали происхождение пигмента, поэтому сегодня все еще невозможно четко определить источник азурита, используемый в прошлом. В XVIII веке натуральный азурит для создания синих цветов заменили на искусственный, поскольку новый пигмент был более стабильным, экономичным и с ним было легко работать. И хотя синий пигмент азурита сегодня уже заменен синтетическим, его историческое значение и эстетическая ценность остаются неоспоримыми. А найти пример исследования пигмента азурита в исторических работах прошлого вы можете по ссылке в описании. И перед тем, как мы продолжим, напомню вам, не забудьте подписаться, поставить лайк под видео и поделиться роликом с друзьями. Приятного просмотра! Что до физических параметров, то азурит в основном состоит из гидроксида карбоната меди. Он содержит медь в качестве основного компонента, что и придает ему синий цвет. Химическая формула такая. Минерал хорошо известен своим темно-синим цветом, который может варьироваться от лазурного синего до более темного, почти черного оттенка. Азурит обычно непрозрачный, хотя тонкие срезы минерала могут казаться полупрозрачными. Его твердость от 3,5 до 4 по шкале мооса, что делает его относительно мягким по сравнению со многими другими минералами. Азурит может проявлять плеохраизм, что означает, что он может показывать разные цвета при взгляде под разными углами. Азурит часто встречается вместе с другими вторичными медными минералами, такие как малахит, куприт и хризакола. Такое сочетание разных по цвету минералов может дать кластеру очень красивый и необычный вид. Обычно азурит растет внутри месторождения медной руды, как вторичный минерал. Образование минерала происходит посредством взаимодействия между водой, богатой углекислым газом, и медной рудой. Раствор заставляет медную руду постепенно растворяться, а вода медленно испаряется, оставляя нашему вниманию азурит или малахит. Иногда азурит – это псевдоморфоз малахита, то есть азурит иногда превращается в малахит, и наоборот. Это химический процесс, который зависит от количества воды в растворе и насколько был засушливый период в момент формирования кристаллов. Из очередования таких периодов рождаются очень красивые камни, в которых слои азурита чередуются со слоями малахита. Иногда именно такие камни называют азур-малахитом. Что касается ювелирных изделий, азурит иногда используется в качестве бус и украшений, а также в качестве подделочного камня. Однако его мягкость и склонность терять глубокий синий цвет при выветривании ограничивают такое использование. Нагревание легко разрушает азурит, поэтому все монтажи образцов азурита должны проводиться при комнатной температуре. Азурит редко обрабатывают красителями или нагреванием для придания более насыщенного цвета, но вот различные покрытия и наполнители распространены. Обычно наполнители используют для придания камню большей стабильности, а чтобы улучшить блеск азурита, на поверхность камня может быть нанесено восковое или смоляное покрытие. Насыщенный цвет азурита делает его более популярным для коллекционеров, однако яркий свет, тепло и открытый воздух со временем снижает интенсивность его цвета. Чтобы сохранить глубокий синий цвет первозданного образца азурита, коллекционеры должны использовать прохладную, темную, герметичную среду хранения, похожую на ту, в которой он находился в естественной среде. А еще азурит полезен для разведки руд. Хотя он сам по себе не является крупной рудой меди, его присутствие является хорошим поверхностным индикатором присутствия выветренных руд сульфида меди. Обычно его находят в сочетании с химически очень похожим малахитом, и это может быть явным признаком присутствия медных руд. Среди крупных месторождений азурита можно назвать следующие. Юго-запад США, в частности Аризона, которая является значительным источником азурита. Штат известен своими богатыми месторождениями меди, и азурит часто образуется как вторичный минерал в этих месторождениях. Бисби и Моренци – одни из известных азуритовых рудников в Аризоне. Демократическая республика Конго тоже является крупным производителем медных руд. Особенно катангский медный полумесяц в южной части страны. Он известен своими месторождениями азурита, ну и меди. Азурит встречается в разных медных рудниках и месторождениях в Намибии. Рудник Цумеп, в частности, славится производством высококачественных образцов азурита. На рудниках Марокко часто добывают образцы азурита с ярко-синей окраской. В Австралии районы Маунт Айс и Брокен Хилл известны месторождениями меди, которые тоже содержат азурит. В Мексике есть несколько медных рудников, где азурит иногда встречается как часть вторичной медной минеральной агрегации. Такие места, как рудник Мельпелас, дали знаменитые образцы азурита. Как видно, где добывают медь, там могут найти и азурит с малахитом. Это и Чили, Перу, Китай, Россия, да и многие другие страны мира. И в завершении, важно отметить, что азурит в первую очередь востребован коллекционерами как минеральный образец из-за его яркого синего цвета и кристаллических форм. В виде пигмента его уже почти не используют, заменив искусственным. Для добычи меди он является только индикатором. А украшения из минерала очень красивы, но требуют бережного ухода, ношения и хранения. Надеюсь, вам понравился рассказ про этот минерал и вы узнали что-то новое. Не забудьте подписаться, если не сделали этого раньше и поставьте лайк. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!